Продолжаем выпуск. В рамках Года культурного наследия России в Твери прошел второй съезд мастеров-любителей региона. В событии приняли участие руководители органов культуры районов Тверской области, директора ДК, мастера-любителей, а также руководители кружков и студий декоративно-прикладного творчества. На месте побывала и наша съемочная группа. В Тверском областном доме народного творчества съезд проводился в рамках Года культурного наследия народов России. Сегодня для нас очень важно подвести итоги прошедших лет, решить те насущные вопросы и проблемы, которые существуют у мастеров. Это возможность демонстрации своих изделий, возможность реализации своих изделий. Александр уже более 25 лет занимается берестоплетением. Научился этому ремеслу на дне города у одного мастера. И вот уже много лет изделия из бересты – это не только любимое хобби жизни, но и хороший заработок. Все-таки природный материал, береста – русское золото. Можно и лапки плести, и корзинки, и хлебницы, и соломки. А семья Колотилиных не только занимается творчеством мести, но и продвигает ремесло из дерева в других регионах. Так Наталья и Андрей за все лето были в Твери всего лишь два дня. Все остальное время уделили поездкам по разным фестивалям и ярмаркам страны. Андрей придает жизни дерево, а я его уже оживляю и даю ему лица. Вот у нас получаются вот такие вот вещи, которым хочется людей радовать, хочется нести позитив. Отдельное внимание на съезде уделили поддержке народных промыслов, то есть организация продаж изделий. Обсуждалось также продвижение малого бизнеса и создание специализированных туристических комплексов в местах традиционного бытования народных промыслов, чтобы наши соотечественники и гости из рубежа имели возможность купить подлинные изделия. Поддержка традиционных народных ремесел связана с развитием туризма в регионе. Это дает стимул для развития среднего и малого бизнеса. Занятости населения способствуют увеличению туристического потока в регион. Продукция народных промыслов не только предметы декора или домашнего обихода, а своего рода национальные символы, представляющие своеобразие нашей страны, ее индивидуальность. Это основа отечественной культуры и один из лучших способов изучения богатейших традиций нашего государства, которые нужно сохранять.